Они умеют быть счастливыми и учат этому других. В столичном доме культуры Южный, региональная общественная организация социальной поддержки и защиты граждан, провела благотворительный концерт «Свобода собирает друзей». Концерт получил и второе название – День счастья. Международный день счастья – это один из самых светлых и добрых праздников. Это день улыбок, объятий, поцелуев, отличного настроения и веры во все хорошее. Люди стараются сделать друг для друга что-то приятное и помочь тем, кому это необходимо. Наша основная цель – это подходить ребят к самореализации, к действию, чтобы они сами стали кузнецами своего счастья. И вот все наши мероприятия на это направлены. В концерте приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным творческим потенциалом. Их друзья – артисты. Так известная эстрадная певица Алиса Ахахпи спела дуэтом с подругой и однокурсницей Галиной Никитиной. И мне хочется, чтобы не только друзья меня поддерживали, а именно поддерживать друзей как-то. Именно общением, советами какими-то добрыми. Ну просто радоваться за успехи друзей. Как говорят, если ты будешь относиться к людям с душой, то и к тебе также будут относиться. И вот мне очень хочется быть полезной людям, как-то помогать. Галя – это пример для меня и для многих людей. Вот всегда, когда мне тяжело, да, что-то не получается, какие-то проблемы, преграды в жизни. Я всегда вспоминаю мою дорогую Галю. Говорю, несмотря ни на что, она такой сильный человек. Она вот живет, она борется, она выступает, она дает людям радость. Вот пример для меня, для подражания. Я всегда беру ее в пример. На встречу с друзьями приехали гости из Москвы. Одно из главных направлений нашего фонда – это создание инклюзивного общества в нашей стране. И без такого погружения, пока ты сам не почувствуешь, пока ты сам рядом не станешь с таким особенным ребенком, говорить под инклюзией очень сложно. Поэтому здорово, что в Чебоксарах есть такой проект. Здорово, что есть такая общественная организация, которая объединяет разных людей. Чувашия в числе 10 пилотных регионов России, в которых реализуется проект «Равенство возможностей». Практики наших инклюзивных методик будут распространять и в других городах страны.